Друзья, привет! Сегодня будет ролик про обработки. Те, кто давно на моем канале, знают о том, что я не то чтобы сторонник химии. Я просто объективно смотрю на ситуацию и понимаю, что без химии сейчас что-либо вырастить практически невозможно. Я им надо довести до товарного вида и получить достаточный урожай, чтобы с этого получать прибыль. Потому что все, у кого есть некие объемы, все-таки выращивают это для того, чтобы извлекать прибыль. Просто сейчас складывается ситуация с патогенами, а также с вредителями, что к сожалению без химообработок практически никак. Поэтому очень важно начать обработки рано. Те, кто давно на моем канале, знают, что у меня есть плейлист Агрохимия для чайников. Там я очень подробно рассказываю, как правильно подобрать те или иные классы пестицидов, на что опираться. То есть вот здесь я оставлю ссылочку на тот плейлист, где все это есть. И тем, кому интересно, кто хочет понять, по какому принципу безопасно подбирать химию, то милости просим. Там достаточно много видео. Чтобы это не было охота на ведьм, чтобы вы понимали, что химия тоже может быть безопасной. Главное обращать внимание на сроки ожидания и правильно подбирать действующие вещества. Поэтому, опять же, возвращаясь сейчас к сегодняшнему моменту, сегодня 12 мая. Конечно, мы уже делали обработку от грибковых инфекций. Это были препараты меди, я использовала Бегапик. Сейчас у нас потеплило немного. И вот именно сейчас, сейчас 3-4 часа дня, где-то порядка 20-22 градуса. Оптимальная температура, поэтому прыскать мы будем сейчас. Хочу обратить ваше внимание, что большинство химии активно при температуре плюс 20. Поэтому, если когда жарко, мы прыскаем в ночь, потому что все, что свыше плюс 30, химия практически не работает, не закрепляется в растении, она моментально испаряется с листа. То сейчас мы, наоборот, ждем теплой погоды, чтобы было достаточно температуры, чтобы можно было работать не только фунгицидами медными, но и другими классами, другими видами инсектицидов. Допустим, инсектициды по холодной погоде, это октейлик и фуфанон, все остальные все-таки требуют плюс 20. Так, сказала много, будет практическое занятие. Сейчас у нас мы используем бензиновый опрыскиватель с бачком 14 литров. Поэтому здесь будет баковая смесь, что такое баковая смесь, то есть это смесь различных препаратов в одном баке, коломборг. Сегодня я не буду использовать какие-либо подкормки в лист, хотя в эту боковую смесь можно добавить и листовые всевозможные минеральные удобрения. Можно не обязательно листовые, можно обычные удобрения для фертигации, просто те, которые будут хорошо, прекрасно растворяться без осадков. С добавлением прилипателя это будет тот же самый эффект. Но я сегодня не буду, потому что сейчас мы активно питаем с помощью фертигации. Сегодня у нас столько препаратов. Какие препараты буду использовать? Ну, Танос, я очень люблю этот препарат, классный рабочий препарат. Это один из немногих препаратов, который не только профилактирует, но и лечит. То есть вы можете работать по конкретной проблеме, и он будет прижигать. Именно прижигать, уничтожать болезнь. Далее, это фунгицид, кто не знает. То есть это препарат от грибковых инфекций. Дальше я буду использовать обязательно инсектициды, B58. Я очень люблю этот препарат, еще с помидоров. Тогда, когда достаточно длинная вегетация и до плодоношения еще далеко, это, пожалуй, один из лучших инсектицидов. Он хоть и заявлен, как инсекто-окарицид, но окарицидная активность у него не очень выражена. Поэтому основной и самый главный препарат у меня это Аберон. Аберон это прекрасный окарицид. И сейчас очень важно обработать ежевику от клеща. Почему? Потому что, те, кто не знает, у ежевики есть клещ, который внедряется в плодоложие и вырабатывает ретарданты. То есть ягода не зреет. Она висит красная, она не зреет. Особенно этим грешит лохтей, те, кто профилактически не обрабатывает. Ваша задача окарицидами обработать минимум дважды, а то и трижды перед цветением и хотя бы еще разок после цветения. Естественно, цветение у нас еще далеко, у нас только-только старт вегетации, поэтому я использую Аберон. У него достаточно большие сроки ожидания, там 40 или 50 дней, я уже точно не помню, но очень большие. Поэтому беру его и еще я возьму Аквасилк. Аквасилк это прилипатин. Возьму его в дозе 2 мл на 10 литров. Просто он прилипатель и растекатель. То есть он особенно классный эффект виден на капусте. Капуста, лист капусты имеет выраженный восковой налет и с нее просто все сливается. Когда вы добавляете вот эту группу растекателей, в том числе Аквасилк, вы увидите, он просто, лист становится мокрым. То, чего никогда не бывает вот с простой водой. Даже просто если вы ферри добавите, он не мокрый, он просто капелька на нем остается. То есть другие павы, поверхностно-активные вещества, они просто держат каплю, прилипают. То, что у вас бывает, когда вы, допустим, мылом намажете и у вас от мыла липнет рука. То же самое, просто капли прилипают. Эти дают растекание, то есть тонкую пленку по поверхности листа. И получается, что покрытие листа вообще, ну практически стопроцентное, естественно, улучшается усвоительная эффективность препаратов. Если вы добавите еще сюда питание, то или сюда еще можно добавить стимуляторы роста, типа там, господи, раньше был Мегафол, Культифорд, что там еще сейчас есть, господи. Сейчас этих стимуляторов роста, Витазим тот же самый, как грязи в каждой фирме, выберите. Итак, что мы будем делать изначально? Еще раз напоминаю, для листовых подкормок я использую только очищенную воду. Почему? Объясняю для тех, кто со мной недавно или вообще, кто новичок. Потому что мы живем в зоне, где высокое засоление воды. Просто взять из-под крана или там с колодца или даже с реки я не могу, потому что еситая воды очень-очень высокая. Я беру очищенную воду, которая свободна от солей. То есть она идеально, просто идеально растворить. Купить сейчас, слава богу, можно везде, даже у нас, господи, на каждом углу несколько этих автоматов по селу. Проблемы вообще никакой нет с очищенной водой. Вот именно поэтому я думаю, что это понятно. Вот именно этот момент, почему засоление, почему нельзя добавлять. Если непонятно, ладно, вернусь к этой теме. То есть вы, если я в свою воду, которая у меня с реки, и там засоление 2,6, я еще буду добавлять какие-то другие соли, грубо говоря. Что такое минеральное удобрение? Это по сути соли. Не все, но большинство. То у меня засоление будет увеличиться, я могу просто пожечь лист. И вот эти препараты, допустим, если я в такую баковую смесь еще эти препараты добавлю, то они практически на 60-70% они не работают, не блокируются, связываются и так далее. Ну, даже если у вас хорошая вода, то есть с точки зрения минерализации на очень низкие ИСИ, у вас там может быть всевозможные и листые частицы, какая-то взвесь, грязь, водоросли и так далее. Это тоже будет снижать эффективность. Но опять же, я же говорю, если бы у меня была вода там, единица ИСИ, я бы даже не заморачивалась. И тем более, если бы ниже, я бы, конечно, разводила бы в той воде. Но, к сожалению, мы работаем с тем, с чем работаем. Я и для полива своей рассады я покупаю очищенную воду именно тогда, когда мы кормим. Ну и, естественно, для обработок тоже. Мы покупаем много очищенной воды. Так, ну все, друзья, муж уже у меня зазевался. Он уже готов, кажется, облачился в шикарный, только что купленный пончо. Он будет великолепен. Я обязательно его для вас сниму. И уже рвется в бой. Давайте уже будем тогда смешивать. Сейчас я покажу, как это правильно сделать. Так, ну использую такие вот обычные ювелирные весы. Оттариваю таким образом. Просто включаю вместе с тарой, и он сразу оттаривает. Беру Танос. Танос у него расход 10 грамм на 10 литров. У меня 14-литровый опрыскиватель, поэтому беру 14 грамм. Так, для каждого препарата я беру просто баночку с очищенной водой и отдельно всех смешиваю. Потом каждую вот такую вот баночку я сливаю в опрыскиватель и заливаю очищенной водой до уровня. И еще раз там в бачке перемешиваю. Дальше у меня идут жидкие препараты. Что я сделала? В свое время на Алиэкспресс купила вот такие ложки. Раньше я пользовалась шприцами, но я вам честно хочу сказать, мне вообще категорически не нравятся шприцами. Они очень быстро начинают плохо ходить в поршень. То есть это постоянно новый шприц. Не всегда удобно залезть, допустим, в такие пузырьки, в такие пузырьки. Неудобно. Поэтому я себе купила вот эти штуки довольно как слом. Так, значит смотрим. Би-58 у него вообще расход 15 грамм, 15 миллилитров на 10 литров. Но так как я буду делать смесь с Абероном, я уменьшу. Я сделаю 10 миллилитров на 10 литров. Итого мне нужно 14 миллилитров. То есть я беру, у меня вот тут есть ложечка 15 миллилитров. Я ее неполную сделаю. Воняет он. Вообще вырви глаз просто. Это какой-то ужас. Если бы я была цикадкой, я бы сдохла в трех метрах от него. Капец. Воничья ужасная вообще. Конечно. Ребенок комментирует, как сюда. Так, сюда я добавлю Аберон. У Аберона тоже 10 миллилитров, но 10 литров. Я сделаю точно так же. Би-58 ужасен. Но я его люблю. Шикарный препарат вообще. Шикарный инсектицид. Но только тогда, когда у вас до плодоношения далеко. Многие, честно сказать, его используют не только в лист, но и в каплю. Я не могу сказать, что я, так сказать, сторонница внесения диметаата в почву. Но, как говорится, у каждого внутри свой фэн-шуй. Мой фэн-шуй мне не позволяет такое делать. Тщательно размешиваю. Сейчас сюда же добавлю аквасилк. Ну и все. Можно смело отправлять моего любимого мужа сражаться с насекомыми и болячками. Аквасилк. 2 миллилитра на 10 литров. То есть сюда добавлю 3. Ну и все, друзья, уже пора сражаться. Субтитры подогнал «Симон»!